Виктор Федорович, ситуация в стране критическая. Что Вы можете сказать по этому поводу? Дайте, пожалуйста, Вашу оценку о происходящем событии. Я абсолютно уверен в том, что это такой пример, который увидела наша страна и весь мир. Пример государственного переворота. Я делал все для того, чтобы в стране не было кровопролития. Мы приняли два закона об амнистии. Мы делали все шаги, которые бы стабилизировали политическую ситуацию в стране. Но произошло так, как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи. Все время шли сигналы о преследовании людей. Я пытаюсь защищать тех людей, которых сегодня бандиты преследуют. Преследуют в местах их проживания, в местах работы, на дорогах. Вот я делаю все, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий уже близких мне людей. Меня все время пугают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать в страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал. Что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль. А все, что сегодня происходит, в большей степени, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Это моя оценка, я в этом глубоко убежден. Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола. Я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я уже сегодня много встречался с людьми, советовался. У меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востоку страны, который пока еще менее опасный или более безопасный. Я буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых, я хочу найти ответ. Что мы будем дальше делать в нашей стране? По какому мы пойдем пути? И, конечно, та паника, которая сегодня охватила, я скажу, нормальных людей. И на западе, и на востоке, и в центре. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли. Но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. И что мы будем дальше делать? Я буду каждый день об этом публично говорить. Каждый день. Вы остаетесь на территории Украины. Я остаюсь на территории Украины. Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте. Чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента, депутатов бьют. Забрасывают камнями. Запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать. Слышать от меня. Я ничего подписывать не буду. С бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Позорят Украину. Вы подписали все условия, которые были предоставлены оппозиции. Вы выполнили то, что обещали относительно требований оппозиции. Майдан не расходится. Что делать в этой ситуации? Как быть? Я все сказал. Я буду искать пути. Я посмотрю на реакцию международного сообщества. Я посмотрю, как они могут выполнять тоже свои обязательства. Вы уже общались с представителями Евросоюза. Они говорили... Работает министр иностранных дел. Он пока еще легитимный. Кожара Леонид Александрович. Вчера он мне докладывал о том, что он разговаривал с европейцами, с министром иностранных дел Польши. Вчера вечером он звонил в Соединенные Штаты. Вчера имел разговор с президентом России Путиным. который мне сказал о том, что он разговаривал с президентом Соединенных Штатов Обамы. И я надеюсь, что я вот все эти дни тоже буду вести эти переговоры. Спикер Верховный Рад, Дурабак подал отставку. Что Вы можете сказать по этому поводу? Его избили вчера. Он приехал ко мне и попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и сейчас отправил его в машину и в Донецк. На лечение? Да, на лечение. Точно так и глава администрации Клюев. Сейчас пошли угрозы судьям Конституционного Суда. Это телефонные звонки, это электронные смс. Это на пашу как-то... Всякими путями они это делают. Вчера, допустим, я говорю, депутаты выходили в партии регионов, с парламента их забросали ко мне. Активно из партии регионов выходят партийцы? Есть люди, которые не выдерживают, боятся за свои семьи. Это происходит поддавление? Есть, конечно. Но есть и предатели. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть никакие фамилии. Пусть это будет на их совести, на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 год, когда вышло из партии порядка 200 тысяч. Но потом вошло в партию более 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Полтора миллиона, ну пусть выйдет 500 тысяч. Хотя я не думаю, что столько много выйдет. Все равно партия здоровая. Мы видим повтор нацистский, когда в 30-е годы в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Это повтор. Запрещали партии. Сейчас то же самое. Запрещают партию коммунистическую, партию регионов. Вешают ярлыки, преследуют, бьют и сбивают людей. Жгут дома, офисы. Более 200 офисов партии регионов сожгли в Украине. Все, Виктор Федорович, спасибо. Спасибо большое.